Еще раз добрый вечер. Это прямой эфир, который называется «Сила безусловной любви». На этом прямом эфире мы рассматриваем тему межполовых взаимоотношений, тему семейных взаимоотношений и взаимоотношений с детьми. И все, у кого есть трудности, все, которые хотят, чтобы я им помог, все отправляют по хэштегу «Сила безусловной любви» находят первый пост, фотография моя с Александрой, и там написаны все условия. Если у вас открытый аккаунт, если вы перекопировали все хэштеги, тогда вы попадаете в мой список. И я вас выбираю и начинаю с вами работать. Естественно, я отдаю предпочтение старичкам. Я пополнял список, обновлял его вчера, поэтому если вы сегодня подали заявку, вы, естественно, в этом списке не оказались. «Флиан» выполнен условию в прошлой неделе. «Ну, может, аккаунт у вас закрыт?» Я вашу заявку не видел в списке. В этом сейчас проверю давайте. Тоже нет. «Может, аккаунт у вас закрыт?» Хотя я много сегодня людей добавил. Реально было много народу. Но потом проверим. Запишу еще раз, посмотрю. Но уже после эфира. «Флиан» 95. Так. Кто у нас? Кто у нас давно-давно? Я с клуба подавал заявку. Тамара, ну, тогда... Тогда заявка в клубе осталась. Какой же вы красавчик. Вы тоже? Этот пост не отчитывался в декабре или в ноябре того года писал. Точно дату я в плане себе не внес. А тут прямо запомнил, потому что я его копировал. Так. «Сделал репост сегодня. Поскажите, пожалуйста, значит сейчас не получится». Нет, не получится, конечно. Вы не в списке. Я давно. «Биг Стар». Ну, муа. Давайте вас, большую звезду вашу посмотрим. «Биг Стар». «Биг». Да, вы есть. 28-я. Все правда. Мы вызываем «Биг Стар», большую звезду. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Юля. Юля. Да. Слушай, у меня. У меня такая проблема в личной жизни с мужем. Вот на стадии предразводного состояния, ну, как я вижу, что мы играем в игру «Преследователь-жертва» в районе 5 лет. Так. Я вообще была по жизни жертвой, вот недавно начала осознанную жизнь и, ну, интересоваться психологией и выходить из этого состояния. Ну, в принципе, с предыдущими партнерами у меня была такая же ситуация. Ну, что, вас избивали? Ну, поднимали руку, да, были. Избивали, называется? Нет, я не скажу, это так грубо. Ну, вам доставалось по лицу, за подругом задам вопрос? Или по другим частям тела? Ну, по другим, да. По каким? И как? В основном это руки и синяки. Допустим, муж толкнул, а у меня синяя правая часть тела была. Это называется? Руку прикладываться. Так. И, Юль, так. Ну, вопрос в том, что я не хочу, допустим, в дальнейшем сталкиваться вот с такими ситуациями в жизни. Даже если я разведусь мужем, я понимаю, что могу к этому прийти снова. Вот в своем курсе мы, который сейчас идет, называется «Прорыв личности жизни», мы с Александром говорим такую мысль, что бежать из отношений большого смысла нет. Есть смысл научиться любить человека, даже если он 300 раз что-то сделал не так, как бы вам хотелось. При этом самое главное – отработать свои внутренние блоки. И когда вы реально сможете испытать в человеку безусловную любовь, вот тогда вы спрашиваете себя, я хочу с этим человеком действительно расстаться, или вы он, либо нет. Потому что люди не извлекают опыт из своих ошибок, пытаются разрушить отношения, или разорвать их срочно, надеясь на то, что в следующий раз все будет хорошо. А опыт, который сформировал склонность вас к тому, чтобы становиться жертвой обстоятельств, когда вас избивают, причины этого остались. И они будут все равно над вами владеть, когда вы снова создадите какие-то отношения. Поэтому счастливые отношения и гармоничные отношения создаются только на уровне, безусловно, любви. Когда вы чувствуете себя хорошо, гармонично, счастливо. И когда вы встретили, с вашей точки зрения, идеального человека, который скомпенсировал все ваши ожидания. Знаете, как любимая игрушка пришла, теперь я буду ее юзать, и все будет прекрасно. Это созависимость определенная. Поэтому, какие бы хреновые отношения не были, если они только не угрожают совсем жизни, то есть когда он кидался бы с пистолетом или с ножом на вас, тогда понятно, ловить нечего, если он такой невменяемый агрессор. Это одна история. Когда это эпизодически происходит, и вы сами чувствуете, что вы же и провоцируете где-то часть его, то тогда лучше всего остаться в отношениях, разобраться с этим, что же я так себя чувствую и веду, что приводит человека, который рядом, я его вынуждаю использовать меня как боксерскую игрушку. Да, я так и думаю. Поэтому я не развожусь. У меня эти мысли уже в течение года. Но я стараюсь охотить вот этот момент, то, что вы говорите, но пока что... Не получается. Да, не получается. Не получается. Это другой разговор. И когда женщина осознает, что действительно так и не получается, тогда нужно внешне какую-то помощь. Ну, если у вас кран потек в доме, вы что, сами его учините? Нет. Нет, вы зовете кого-то, кто может в этом, водопроводчик, у которого рука набита, есть опыт, он понимает, каким способом можно это решить. С личной жизнью все то же самое. Но, к сожалению, пока еще, пока еще есть тренд, что люди пытаются как-то на своем не совсем успешном опыте что-то менять, и не получается. Слава богу, люди хоть стали психологией интересоваться, за последние 10 лет все больше читать литературу, смотреть инстаграмы, какие-то прямые эфиры, ютюб, и это реально помогает. Иногда же проблемы, они просто на поверхности лежат, и у меня миллион благодарностей от людей, которые просто прочитали мою книгу, все поняли, исправили стандартные ошибки, и у них все стало на своем местах. И стало лучше, чем когда бы то ни было. Но бывают случаи, когда есть глубокая травма, и человек не может себя от этой травмы отделить, и она им манипулирует. И тогда он чувствует себя жертвой, жертвенное взаимоотношение, и создает, так как вы ее. Тогда нужна внешняя помощь. И весь, ну, как бы, лайтовый вариант, это в тусовке вместе с участниками курса «Пройти себя прокачать», когда вас в едином энергоинформационном пространстве поддерживают даже люди, которые вместе с вами курс проходят, плюс знания вы получаете, плюс своя самостоятельная практика. И вот эти три кита, которые балансирует человека, и он многое создает, и выполняет действительно глобальную работу на самом деле. Либо принимает помощь от психотерапевта, который персонально работает с вами, разбирает причины и наводит в порядок. Когда совсем конструкция семьи не держится, а там много что связывает, а в людей ресурсов нет, тогда нужно заниматься так называемой семейной терапией. Когда специалист заключает контракт с семьей, и там три, а иногда и шесть месяцев работают с семьей, для того, чтобы они вывели свои отношения за столь, на самом деле, короткий срок, но совершенно другой уровень, разобрав эти завалы, приведя генеральную уборку в своей квартире. Но только на уровне чувств. Окей, давайте к вам вернемся. Сколько вам лет, Виль? Тридцать три. Тридцать три года. Вы замужем пять лет сказали, да? Да, пять лет полно. Так, дети есть? Да, один ребенок. Мальчик, девочка? Девочка, два и семьи. Отношения испортились появление у ребенка? Да, они, я бы сказала, усугубились в большую сторону. А знаете, почему я это сделал, вывод? Ну, во-первых, логика, раз есть стандартный кризис рождения ребенка, я об этом в книге тоже пишу. А также, по голосу даже это было слышно, вы начали, когда это говорите, вас голос просил. Поэтому можно даже на вас не смотреть, а слушать, и сразу будет понятно, потому что подсознание оно сразу выдает. Если у человека есть эмоциональный блок, у него голос сразу просаживается. То есть, он показывает свое состояние от столь интересного действия под названием рождение ребенка. Понятно, да? Да. Юлия. Так, когда проблемы начались? И как они выражались? Ну, как я сейчас понимаю, что отношения сами начались так проблематично. Я сразу впала вот в это жертвенное состояние, всегда винила мужа, ну, и провоцировала на ссоры, на скандалы. То есть, ну, я это не знаю откуда, из детства я как бы росла в семье, постоянные там скандалы были и так далее. Поэтому я переняла манеру эту, поведение, наверное, отманировала свою жизнь. Да. Понятно, рождение ребенка мне дало, как-то я встала на путь осознанности, когда вот субъявилась эта проблема, я начала комплектовать, почему это со мной происходит в первых отношениях. Вот. Ну, я поняла, но не могу... Вырваться из этого. Да. Все-таки это так глубоко, ну, я чувствую, это какое-то глубинное убеждение или что. В медитациях приходило, что как будто это даже, ну, родовое что-то. А что родовое? Что вы увидели? Ну, как будто это по линии дедушки, по отцовской линии. Окей, ладно, посмотрим. Да, будет видно, подтвердятся ваши предположения, либо нет. Итак, Виль, вспомните самый яркий негативный эпизод, который был у вас недавно. Рассказать? Да? Расскажите. Это интересно. Ну, вот это как раз-таки ситуация, когда муж поднял у меня руку. На Новый год была ситуация. Этот Новый год? Нет, прошлый. Прошлый? 2019, да, год назад. Вот, это самая неприятная ситуация. Ну, причина, ну, 40, как я обидела там словами его мать. Так. Ну, да, я тоже была не права, но реакция последовала адекватная на этом. Я даже не ожидала. Вы пытались, ну, собрались, чтобы отпраздновать Новый год большой семьи. Правильно я понимаю? Да. Вы муж, ребенок, его мама. Ваши родители были? Нет. Ну, я не общалась с матерью, давно нет. Мама умерла давно? Да. Сколько вам было лет? Мне было 21 год. То есть 12 лет назад, получается? Да. А чего мама умерла? Рак, желудка был у него. Ага, желудок. Так. А с отцом не общаетесь своим, да? Ну, вот с этого Нового года, кстати, начали общаться. Но мы много лет не общались вообще. Почему? Ну, у него другая семья, но другие интересы, поэтому... То есть родители развелись давно? Нет. После смерти он... А, после смерти. Ага. Женю. Так. Брат сироист у вас? Нет. Это ладно. Да. Окей, хорошо. Ну, вот давайте. Праздование 2019 года. А вы муж, ребенок, его мама. Папа его там был? Есть у него папа? Нет. Нет. Нет, умер. Умер тоже. Тоже умер. Хорошо. Вот вы собрались в такой теплой семейной компании. В чем скандал начался? Из-за чего? Получается, мы погуляли, пошли с другом моего мужа. Ребенка с бабушкой и пришли домой, но муж как бы пошел проводить своего друга домой и уехал с ним. Так. Я начала звонить, он не поднимал трубку. Я всю агрессию выместила по поводу этой ситуации. Это было до курантов или после? После. Он уже пьяный поехал за рулем? Не, на такси он просто поехал. А, на такси. Так. Ну, вышел как бы и все, и уехал. Это в его стиле? Выйти и уехать? Таких ситуаций были считанные. Даже я бы не сказала, что в его. Всегда говорил хотя бы. Так. Ну, куда они поехали? В гости к его другу. Ну, как он сказал. А, на самом деле? На самом деле, я не знаю. Вроде и так. Что-что? Может быть, и так. Может быть, и так что? Ну, что он поехал в гости, он, ну, его друг позвал продолжать отмещание в гости к себе, и он поехал. А кто в его гостях был? Не знаю. Понятно. Ну, ладно, это неважно, на самом деле. И что с вами стало происходить? Вот он, я, говорю, пойду провожу, через 10 минут приду. Час нету, два нету. Что случилось происходить? Ну, я сразу же начала звонить, и у меня паника поднялась. Так. Ну, я почувствовала, что меня бросили. Так. Из детства, я бы сказала. Так. Как будто меня оставили, бросили. И вот это стало напряжение расти, и вы что-то начали маме выговаривать. Да. Ну, все, что думали о ее сыне и так далее. Так что же вы думали о ее сыне, о вашем мужу в тот момент? Ну, это злость, агрессия. Так. Что он плохой? Да. Что стало его мамой вам говорить? Что вы в семье кричать, как я, не заведено. Ну, чтобы я смирилась и как бы потеряла. Так. А вы дальше продолжим. Так. Вы-то, надеюсь, маму-то не били его? Нет. Нет, то есть за вами не водится. Хорошо. Вот агрессия стала рождаться, да? Меня бросили. Как я это чувствую? Ну, это боль. Как-то больно внутри. Где больно? В каком месте? Внизу живота. То есть в маму-тазу? Да. Итак, давайте мы этот симптом изучим, посмотрим, откуда он на самом деле вас взял. Для того, чтобы понять, от чего вы пытаетесь исцелиться, да, и что вы манипулируете. Скажите себе, мне 30 лет, это ощущение остается в вашем теле? Мне 30 лет. Да. Мне 20 лет. Мне 20 лет. Есть. Мне 10 лет. Мне 10 лет. Да. Мне один год. Мне один год. Мне один день я в животе у своей мамы. Мне один день я в животе у своей мамы. Да, есть. Что это чувство, мамин или папин? Папином пришло. Папином. Папа как зовут? Миша. Михаил. Миша. Сколько Мишу было лет, когда вы родились? 21. Я Миша, мне 21. Как ощущения? Как-то трясет побольше. Побольше. Я Мишу, мне 10. И что больше? Я Мишу, мне один год. Есть. Я Мишу, мне один день я в животе у своей мамы. Есть. Чье это чувство, мамина или папина, то есть бабушки или дедушки? Дедушки. Как его зовут? Петр. Петр. Сколько было Петру лет, когда родился Миша? Около 25, там где-то так. Я Петр, мне 25. Как ощущения? Дрожь сохраняется. Петр, мне 20. Сколько процентов осталось? Я Петр, мне 5. Есть. Я Петр, мне один год. Немного слабее, есть. Ну, есть. Я Петр, мне один день я в животе у своей мамы. Как ощущения? Ослабевает, но я чувствую. Сколько процентов осталось? 40, типа. 40 процентов. Чего чувствуешь, про дедушки или про бабушки? Прадедушки. Как его звали? Затрудняюсь ответить. Петр по отчеству какой? Как был Петр? Я даже не знаю. Плохо знал деда. Так, хорошо. Я свой прадедушка. Мне, допустим, тоже 25 лет. Как ощущения? Чувствуется еще, но уже слабее. 20 лет. Я прадед, мне 20 лет. Уже успокаивается это ощущение. Полностью. Или сколько процентов осталось? Процентов 10. Я прадед, мне 10 лет. Как ощущения? Ну, уже спокойно. Спокойно. Ушло все. Да, уже. Я прадед, мне 15 лет. Как ощущения? Спокойно. Я прадед, мне 18. Немножко чувствуется. Появляется. Я прадед, мне 17. 17. Есть или нет? Я с ним, на самом деле. Я прадед, мне 16. Все, нет. Что такого 17 лет у прадеда произошло? Отчего это ощущение стало зарождаться? Сразу вот на ум приходит, первая любовь какая-то. Что там было? Неудача, неудача, неудачная любовь. В чем была неудача в любви? Предатель пришла. В чем был предатель? Девушка предала. Разлюбила, переспала с другим, начала встречаться с другим. Ну, скорее всего, треугольник был, да. В 17 лет и треугольник. Ну, если вы смотрели предыдущий эфир, вы видели душескопательную историю, которая привела к тяжелому заболеванию. И это тоже все благодаря детским подростковым эмоциям, потому что они очень сильны. И поэтому подростки часто заканчивают жизнь убийством, потому что вот из-за несчастной любви. Ну, вот. Окей, давайте поработаем с прадедом. Я прадед, мне один день я сживотил свою маму. В этот момент ко мне приходит бог и говорит, дорогой, мы не знаем, как тебя по имени зовут. В твоей жизни произойдет так, что в возрасте 18-17 лет у тебя будет девушка, которая тебя, как ты будешь считать, предаст, она тебя разлюбит и будет встречаться с другим. И для тебя в этот момент рухнет мир. Но все это для того, чтобы в тебе открылся дар безусловной любви, радости и счастья. Это для того, чтобы ты научился любить себя таким, какой ты есть, радоваться этому дню, который в этот момент произойдет, просто так и без всяких условий. И это для того, чтобы дар безусловной любви передался всем твоим потомкам. Это для того, чтобы у них легко и просто формировались гармоничные, счастливые семейные взаимоотношения, в которых бы рождались дети, счастливые и здоровые, для того, чтобы чувство безусловной любви развивало их духовную составляющую день ото дня и окрепило им нож, желтый рот. Как ощущения? Радости. Что происходит внутри? Поколачивает, но теплее стало внутри. Уходит тогда чувство. Да. Теперь постепенно возвращаемся в вас. 2019 год наступает. Муж уехал провожать друга. Как я себя чувствую? Хорошо. На удивление. Уехал и до свидания, да? Я тут отдохну сейчас. Да. Так. Муж вернулся после того, когда уехал. Как ощущения? Такое же состояние. Нет агрессии. Так. Муж рядом, представьте, сейчас сидит здесь вот слева от вас или справа, как вам хочется. Как ощущения? Спокойствие. Спокойно. Муж ушел на неделю. Нет его. Как ощущения? Радости. Так. Он звонит мне и там женский голос на другом конце, кто-то на заднем фоне орет. А сам он говорит, что он на работе. Как ощущения? Ну, как-то... Ну, спокойно, в принципе. Но есть сомнения. Сомнения в чем? Небольшие. В чем сомнения? Его верность, если я услышу женский голос. Ну, вот женский голос. Женщина его обнимает. Что с вами происходит? Ну, нет агрессии. Помните одну простую истину, про которую наверняка многие... Те, кто меня сейчас слушают первый раз, ну, ничего не слышали. Когда человек в своей жизни выбирает сначала жить с одной женщиной, да, иметь семью и так далее, и параллельно у него вдруг вспыхивают какие-то романы, или у него есть секс, или какие-то интрижки, то это его проблемы. Вот. У человека хочется одеть ботинок одного размера, да, на обе ноги. А вместо того, чтобы одеть второй, он начинает на размер меньше натягивать. И создается образ эклектический такой. То есть человек направил в свои отношения, сделал выбор, потом вдруг параллельно начинает что-то еще хотеть. Это чьи проблемы? Его. Вот. Вы идете в магазин, допустим, вам надо купить продукты питания. Но вместо этого, вместо продуктов, вы покупаете самые плохие продукты. И потом решите еще, что вам надо еще в какой-то магазин зайти, и покупаете там то, что вам нафиг не нужно. Это чьи проблемы? Того, кто вас в магазин послал? Ну, понятно. Или все-таки ваше. Или ваше поведение предопределяет вашу реальность. Да, это мои. Поэтому тот, кто изменяет, на самом деле мучается гораздо больше. И люди ко мне, приходящие с этим запросом, да, у меня проблемы. Они говорят, я не верен жене. Да, вот у меня там есть любовница. Вначале забавляет, а потом мозг взрывается. Потому что это очень тяжело скрывать. Во-вторых, это не приносит уже удовольствия никакого. И это сосет соки. И там вот это вот, когда любовные треугольники возникают, это вообще забирает у человека столько жизненной, правильной энергии, да, что человек на долгие годы иногда объяснит в этом. И это далеко до гармонии. Страдают все в этом треугольнике. Жена, муж сам страдает, и любовница. Ну, жена всегда может выключиться из него. Это не моя проблема, это проблема этого чувака. Что он вместо того, чтобы съесть здоровую пищу, питается испорченными продуктами. Его проблема. Он же взрослый человек. Мне это чего от этого страдать. Понятно, да? И когда вот любовный треугольник внутри у кого-то распадается, тогда вся система, она разрушается. А у меня разные клиенты приходят. То есть бывает муж приходит, и эта тема не должна никуда выйти. Бывает пара семейных приходит, у которых вот такая история есть, да, с любовным треугольником или с изменами. А бывает любовница приходит, когда вот мне кормят завтраками уже пятый год, что мне делать. Мне это вот так вот надоело, да? Я понимаю, что я зависим от этого, и мне хочется устроиться в свою личную жизнь, а не ждать когда-то, что что-то произойдет. И в любом треугольнике можно спокойно разобрать. Понятно? Как самочувствие? Хорошее самочувствие. Еще поколачивает. Поколачивает. Как поколачивает? Ну, озноб такой, дробь как будто. Как на душе при этом? На душе спокойно и комфортно. Так. Ну, вот в последний там месяц с мужем как отношения? Очень плохие. Наверное, дня три в месяц мы, ну, адекватно разговариваем, как обычные знакомые. Так. Ну, вот это как выражается? Вы на нее орете? Нет, нет. А раньше вот этот момент я уже проработала, слава. Да. Я больше не повышаю голос, он кричит, и я просто закрываюсь. Ну, возможно, это неправильно, что я эмоции в себе подавляю. Угу. Так. С другой стороны, мне не хочется уже отвечать, мне агрессия. Я говорю, ну, мне кажется, кричишь, кричи дальше. Это твои проблемы. Так. Он быстро успокаивается? Да. Ну, вот когда конфликта нет с одной стороны, он с другой исчезает. Вы выключились, и у него где-то без вариантов. То есть, если нет слушателей, то лектор не будет поступать. Вот и все. Нет лектора, слушателей некого слушать. Угу. Эта система из двух персон состоит. Просто я думаю, как жить вот в таких условиях, если это не поменяется. Деньги нам и приносит? Ну, да. Все приносит? Всем. Просто их вообще немного, но все. Ну, он же мечтает там заработать, да? Ну, к сожалению, по поводу амбиции нет. У него амбиции нет. У него стремление быстрее до пенсии дождаться? Да. Он у вас госслужащий? Да. Печалька. А кем он работает? Ну, водоснабжение городом. Начальник? В этой канале. Нет, обычный работник. Так. Нравится ему работа? Ну, я бы не сказала, что ему сама работа нравится, ему график рабочий нравится. Из-за этого он там со студенчества работает. Да. И будет там работать до пенсии? Да. Вы что делаете в своей жизни? Ну, я была банковским работником 10 лет. После рождения ребёнка я поняла, что это вообще не моё. И ушла в творчество. Вот пробую себя в творчестве 3 года. Ну, я и визажистом поработала, и фрилансером как-то в интернет ушла. Но сейчас меня как-то судьба привела в абстрактную живопись. Так. Вот. Я сейчас делаю предметы бытом из эпоксидной смолы. Тоже хотела уточнить. По вашему ощущению, вообще творчество и живопись, это моё ли вам? А что-нибудь продали уже? Да. Я думаю, что эти задатки от мамы у вас передались. Мама, конечно, если так рано умерла, то у неё на душе было не очень. Но чувственность мира, которая ей была присуща, нераскрытая, это то, что её зафиксировало в своём стрессе. И из-за этого, так сказать, из-за собственных обид на мир и на себя, собственно, онкология-то и произошла. Потому что рак желудка всегда обидан на людей. Да. Ты их не переваривай. И вот она носила это в себе, и потом тело не выдержало. И родило этот диагноз. Пытаясь адаптировать человека, спасти, как говорится, душу, да, там, выносит этого. А так, конечно, это интересная штука, которой вы занимаетесь, и она вам даёт интересные состояния, самое главное. Да. И если у вас ещё это получается монетизировать, то это очень хорошо. Поняла, спасибо. Так что учитесь наслаждаться, да. Можно, знаете, как вот есть арт-терапия, как направление психотерапии, когда различные виды творчества человек делает, её достигает результата. Вы вообще можете поставить себе цель сделать в своём творчестве картину для себя, где есть полная ваша душевная, духовная норма. Просто такой амулет себе сделать самостоятельно, и рука куда-то потянется что-то выразить, что-то сделать. И когда вы это что-то сделаете, вы увидите со стороны некое новое состояние себя, от которого кайфанёте. Это будет именно ваша комбинация. Очень много техник различных, шаманских, в том числе, на таких вещах строится, когда человеку создаётся какой-то предмет, оберег, картина, ещё что-нибудь, который содержит послание некое. И у вас для себя внутри есть ответы. Какой быть и как это делать. И схватив это состояние через кожеский канал, вы у себя сформируете то стабильную психическую составляющую, которая вам необходима. Муж вас любит, на самом деле, только очень плохо это выражает словами. В этом его основная проблема. Но он как пёс верный. У него такая энергия. Да, ну есть такое. И в этом проблема. В том, что вы хотите, чтобы он больше сиренады пел, а он не по этой части. Он кран починить может быстрее, чем сиренады пел. Для него это признак того, что он властен. Ну то есть, есть над чем работать в этих отношениях. И в финансовой сфере тоже. Ну, с финансовой, если у него нет амбиции, то нет, он может, ему могут какие-то там предложения пойти со временем. Потому что всё-таки у человека опыт, когда он его набирает, он становится ценным работником. И тогда это можно монетизировать. Даже если он привык работать руками, то он может там бригадиром сделать какие-то сложные объёмы, давать постепенно. Ему даже там больших усилий нах прикладывать, и у него появятся эти возможности. Но это не будет олигархом. Да, я понимаю. А может, вам это не надо? Самые. Понимаете? Да, сколько вам денег необходимо для того, чтобы жить той жизнью, которой вы хотите, они к вам придут. Вы это знаете. Если вы это знаете, то так и будет. Да. Так оно и есть. Понятно. Поэтому вам надо продолжать себя прокачивать, потому что для того, чтобы творить в том виде, в котором вы хотите, и в том объеме, в котором хотите, состояние. Состояние надо нарабатывать. Это как мышцы. С помощью психотерапии вот за секунду это не нарастить. Надо брать гантели и тренировать мышцы, и тогда через месяц-два-три вы увидите результат. В творчестве то же самое. Им надо заниматься. И уделять этому достаточное время, чтобы у вас этот поток раскачивался, раскачивался, и тогда вы легко и просто будете находиться в этом состоянии, и оно для вас станет абсолютно нормой. И тогда от этих вот обид, претензий, накопленных и стрессов не станет никакого следа. Видите, как интересно? В прадедушке тема была, да, брошенная любовь, ярчайшие эмоции рождают у подростков. Это никуда не девается. Это передается из поколения в поколение, и у предков, кто способен это отработать, это сказывается в негативном аспекте вначале. Сильнее всего. Да, интересно. Но благодаря того, что отрабатываешь травмы, видим эффект, значит, попадание есть. Понятно, Юля? Есть вопрос еще какой-нибудь? Нет, благодарю, Артем. Все, Юля, удачи. Благодарю. Всего доброго. Так, друзья, давайте я открою комментарии. Я их выключаю сейчас на то время, как я работаю. Ты раз слушаешь, очень интересно. Ну, я рад, что вам нравится. Ведь на такой шикарной истории, как у Юли, много чего видно. И они, многие проблемы у людей очень похожи. Они универсальны, я бы сказал. И ошибки-то стандартные, да? Вот, казалось бы, бьюзерские отношения. Муж проявляет агрессию, но он проявляет агрессию не к Юле непосредственно, а к той информации, которая в ней содержится. А она сама вот в этом вот внушении жила, что ее должны бросить. И это больно. Ее фактически муж бросает. Даже он намекает на какие-то вещи. Хотя он ни разу ее не изменял. Я это чувствую, да, просто по энергетике, что там происходит. И об этом смело могу говорить. Ему это не надо. Он простой такой парень, которому вот интересно, да, вот такая может быть пассивная. Но это его жизнь. И вопрос в том, что когда эту эмоцию осознаешь, ее в сознание вытаскиваешь человека, у нее происходит разрядка, разблокировка. Она не грузит себя этим. Она не уходит в депрессию и не нарывается, то, что называется. Тогда все выравнивается. Так, смотри, теперь распоражена. Так, возьмите меня тяжело. Очень тяжело. Вы выполнили? Мари, Мари, 6, 6, 9 условия. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. И тогда я вас возьму. Так, Мари, другая есть? Я посмотрю, ваш лифт есть или нет? Нет. Друзья, будем честны, берут только те, кто выполнил заявку. Так, спасибо, теперь на таком эфире. Классно. Почему у меня постоянно рвение помогать людям, хотя и не просят? Это за зависимость. То есть вы думаете, что вы кому-то что-то сделаете, а потом будут какие-то моральные дивиденды вам. Надо от этого освобождаться. Так, а бывает такое, что ничего не отрабатывают? Да, бывает. Бывает. Минская лебеда женщина. Так, вы лечить, принимаете, не онлайн? Конечно, у меня своя клиника в Москве, я там принимаю, либо если я живу в какой-то стране в этот момент, а в США народ принимал. То есть, ну, так, глаза печальные, конечно. Так, 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 как попасть в список? Напоминаю, по хэштегу сила безусловной любви вы находите позы с моей фотографией и там все написано. Если вы ее копируете, фотографии, у вас открытый аккаунт, их хэштеги все проставляете, я вас могу внести в список. И тогда все, пожалуйста. Так, пропал сексуальный интерес в браке, человек что делает? Лечиться надо? То есть, почему пропадает? Энергии нет. А где он у вас застрял? Надо смотреть. Может, ему чего? Там причин много бывает. Ну, как правило, это вот какие-то претензии опять за мужских, женских взаимоотношений. Если вы не находите в списке, значит, вы что-то неправильно миа-оф-миа сделали. Так, я принимаю парня к своей собственности. то есть, если вы неправильно, как вам кажется, что вы там месяц назад делали и не сделали, то надо обновить, конечно. Так. все время в этом месте. Ну, но сейчас у нас другой эфир. Вы устали? Не, я не устал, я наоборот. Класс. Так, что может так косить беззрение? Нет, по психосоматике это другой эфир. Тут мы личную жизнь разбираем. Мы разбираем здесь личную жизнь. Хотя, это тоже, как я и говорю, все время взаимосвязано. Как вы относитесь к антидепрессантам? Я психиатр, у меня есть психиатрическое образование. Я врач, психотерапевт, психиатр, сексолог. Я обучался тому, как лечить с помощью препаратов. Но мне это не очень интересно. Я лечу без медикаментов. Так. Рак костей. Когда-то чего бывает? Основа у человека разрушилась в какой-то ситуации. И потом эту боль на себя берет тело и ее самотизер от людей рака. Если девушка изменяет, какая проблема? Миллион вариантов. От клонирования родовых программ, которые ей манипулируют, до наездов на себя и чтобы в отношениях других ей это подтвердили, что я там нужна кому-то. И вот это вот чувство ненужности сидящего внутри подталкивает ее к таким вещам. Если я не чувствую энергию никогда. Не чувствую, может, вам это не надо. Так. Давайте. Кто давно подавал заявку, пишите. И я вас возьму. Так. Про психосоматику сейчас я больше отвечать пока не буду. Жертву населия. Конечно, психотерапия нужна. То есть из этого образа, впечатления, надо уходить. Выйти из него, чтобы наслаждаться жизнью. Счастье везде. Вы были в эфире? То есть вы заявку подавали? Что-то мне знаком ваш ник. Звоните мне как-нибудь. Так. Поэтому давайте, кто хочет эфир, кто подавал заявку, напишите, я подавал или подавал заявку, и я проверю. И я проверю. Всего списка я вас беру. Вы говорите, что не работают с онкологией. Вещь, почему я работаю. Может быть, сложный случай, там такой, соусол. Так, подавал заявку. Маша Пешкова. Давайте посмотрим Машу Пешкова. Видите? Маша Пешкова. Маша. Да, вы 235-й. Давайте поговорим с вами, Маша. 235-й. Здрасте, Маша. Здравствуйте. Ничего себе. Как мне повезло. Классно. Вам всегда везет, значит, Маша. Здрасте. Артем, у нас сегодня тельцы в группе. У меня тоже позавчера был день рождения. Я вас поздравляю. Вы астролог? 28 лет. Нет. Вы просто уникальтесь. Просто знаю, что девочки, если сегодня день рождения, тоже тельец. Артем, у меня вот первый вопрос. У меня мама умерла от онкологии, получается, когда мне было 17 лет. Вот. И это произошло у меня на руках. Она лежала сначала в хосписе. Вот. И два дня я с ней одна находилась. И вот это очень такой отпечаток на моей жизни оставило, что я так очень сильно до сих пор это как-то не прожила, не пережила, так скажем. Вот. вот сейчас работаю над прощением. То, что вот вы рекомендуете. Да, да. Пытаюсь как-то пережить и понимаю, что это такой затяжной период был, что, допустим, когда были похороны, я вообще не плакала. Я держала себя так в кулаке и не переживала, и никому не давала возможности понять, что у меня какие-то есть внутри эмоции. да, я только очень сильно похудела и потом как-то вот держалась в этом состоянии. Вот. Веселая ходила, все отлично. Вот. А сейчас, мне кажется, это у меня так начинает немножко затяжное проявляться. Хотя вот мама у меня не стала, получается, в одиннадцатом году. Так. Как это проявляется и как вам это мешает с точки зрения личной жизни? Мне кошмары снятся все время. Причем вот не мама в здоровом состоянии, а вот когда она как будто болеет, вот уже у нее рак желудка был, вот что сейчас обсуждали как раз. Когда она худая, вот эти все моменты, во сне я начинаю думать о том, что вроде бы она умерла, но вроде бы я ее вижу, я пытаюсь что-то сделать, чтобы ее спасти, но понимаю, что сделать я ничего не могу. Вот. Ну какие-то такие все сны и в общем они абсолютно разные. Вот. И плюс еще у меня с папой достаточно сложные отношения. Я сейчас уже стараюсь более-менее с ним хорошо общаться, звоню ему, он живет далеко в Якутии, а я в Москве. Вот. Когда мама не стала, я тогда училась, и я его попросила помочь. Мне говорю, пап, помоги мне закончить институт, оплачивать и так далее, на что он отвернулся и сказал о том, что дочь, извини, я тебе ничем помочь не могу. Он просто не мог это сделать или не хотел? Ну у нас мама была в семье такая прям как это, женщина-кулак, и она его всегда поддерживала, у него была склонность к тому, чтобы выпить, вот, а когда ее не стало, он сразу работу потерял и устроился там охранником куда-то, в общем, с хорошей работой. Получается, его уволили, ну не знаю, там попросили или как-то произошло, вот, и я ему говорила, встань на ноги, ну, вернись обратно к нормальной жизни, помоги мне, а я потом закончу институт, я устроюсь на нормальную работу уже постоянную, буду тебе помогать, будем вместе там друг друга поддерживать, вот, и для меня был такой сильный удар, когда, вроде бы, когда мама была жива, мы вроде бы жили все нормально, все хорошо, а тут он мне просто говорит о том, что, ну, давай пока, грубо говоря, вот, и для меня мужчины, мне кажется, стали такой, ну, короче, в отношениях с мужчинами у меня достаточно такая напряженка, я стараюсь от них всегда так сторонней держаться, вот, не позволяю как-то себе, ну, если говорить о любви, то я никогда вообще не любила, я как-то к ним так отношусь, что, ну, вот, либо я их не замечаю совсем, во мне говорят, Маш, нравишься, тому нравишься, я говорю, ой, я даже такого не замечаю, не вижу, мне кажется, что вот, как будто этого и нету, вот, ну, я сама как-то так закрываюсь всегда. У вас бойфренд есть? Нет. Был? были у меня отношения, но они были на расстоянии, то есть мне вот так вот комфортно было, чтобы он рядом был, мне, ну, увиделись раз в неделю, потом через, ну, получается, здесь работал пять лет по контракту, и он был из Германии. Немец? Вот здесь консулом, да, Германия, вот, потом мы как раз расстались, он уехал, ну, и все, сейчас вроде бы так общаемся, но я уже решила вообще прекратить какие-либо отношения с человеком, потому что понимаю, что ни к чему они не приведут, и я уже как-то так совсем остыла. И все? Больше отношений не было? Ну, нет. Печаль, как говорят, ну, да, вот, еще когда прорабатывала прощение, у меня всплыла мысль такая, что, когда я была маленькой, из-за того, что папу все равно были вот эти вот алкогольные направления, я очень просила маму уйти от него, потому что он руки распускал, вот, и я прям на протяжении всего детства хотела, чтобы она ушла от него, вот, но жизненные обстоятельства ее заставляли быть вместе. Какие? Потому что трое детей. Трое детей. Вы какая, старшая, младшая, средняя? Я самая младшая. Так. и как же они заставляли? Ну, видимо, то, что заработок, чтобы содержать троих детей, а старший брат и сестра, они мои, получается, единоутробные. Так, мой папа не их отец. Вот. То есть, поясните, пожалуйста, у вас тройняшки, что ли? Нет, 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 у нас трое детей, получается, и мы только по маме. Все понятно. То есть, от первого брака там, может быть, да, или отношения у мамы? Ну, да. Мой папа был младше моей мамы. Когда я родилась, было ему 27 лет, а маме 33. Вот. У мамы был брак до этого? Мама ни с кем не была расписана. Просто были отношения, от которых она в их детей родила. Да. Угу. Так. С братьями и сестрами общаетесь? С братом старшим я общаюсь, с сестрой не очень. Они у вас в Москве живут тоже? Брат, да, в Москве. Сестра в Якутии. Где и папа мой. Угу. Ну, вот я как рассказывала, что я переехала учиться сюда, в Москву. На первом, первый курс отучилась, и получается, после первого курса у меня, на втором курсе зимой мамой не стало. Так. Вот она приехала в Москву. И как вы решили вот ситуацию с оплатой учебы? Я сама пошла работать. Куда и кем? Я работала, ну, как промоутером поначалу, а потом секретарем на полставки в компании, в которой я до сих пор работаю. Уже 7, уже 8, наверное, лет. Сейчас я менеджер по продажам. Что продаете? Косметика для волос, краска. Известный бренд? Да, Эстель. Эстель. Понятно. В чем вопрос тогда, Маша? Ну, вот вопрос получается, то, что почему я такая закрытая от отношений. Вот. Ну, наверное, это основное, потому что уже 28 лет мне исполнилось, а я еще какая-то такая-то хожу веселушка, хохотушка, но внутри у меня очень много переживаний. Постоянно у меня чувство тревоги. Как раз я думала о том, что вот, может быть, я из-за того, что когда мама забеременела... Судя по вашим волосам, вы точно косметикой занимаетесь. Спасибо. Мама, когда забеременела, она, получается, хотела аборт сделать. Вот. Но у папы, так как детей не было, он ее уговорил оставить ребенка. Но на тот момент она уже знала о том, что он, видимо, не особо надежный их партнер. Что у него уже были склонности там отдохнуть, еще что-то. Вот. Ну, по ее рассказам, насколько я помню. Вот. Вот это чувство тревоги у меня присутствует. Всегда мандраж. У меня, причем, я уже знаю, что я так работаю давно в компании, никто меня оттуда не уволит, но при этом, мне кажется, все время, а вдруг я плохо работаю, меня кто-то уволит. Мне всегда важно мнение окружающих. Я там что-нибудь сделаю и чувствую одобрение. Как они должны подтверждать, да, вот это? Ну, похвалить меня. Если не похвалить, если... Маша показала хороший результат. Если вас не похвалили, как состояние? Ну, такое обычное, ну, ладно, пойду дальше работать, потому что вариантов у меня других нету. Ну, как бы надо работать. Ну, а может, куплю себе чего-нибудь там, пирожочек. Я вот квартиру себе в ипотеку взяла. Так, это хорошо. А вот когда начальство не похвалило, да, не заедаете эту потребность? Похвалил? Как себя веселить? Это как одобрить? Я не знаю. Мне кажется, я вообще себя никак не хвалю и ничего не делаю. Ладно, хорошо. Это мелкий вопрос. Я не к тому, что вы там полный и так далее. Я о механизмах, которые работают. Потому что очень часто такое бывает, да, женщин-северные. Ей не дали дивидендов, да, не обозначили, не подняли ее рейтинг. У меня есть, да, вредная привычка. Я прихожу с работы, когда, ну, даже там всем знакомым постоянно рассказываю, смеюсь, я как крот сижу, семечки грызг. Чем-то заедать надо. Вот это есть, да. Потому что когда человек ест, он успокаивается. Включается ощущение того, что ты сегодня не умрешь. Что ты в этой жизни зачем-то нужен. Понятно, да, потому что жизнь продолжается. Это очень частая проблема, потому что мы все дети войны в каком-то плане, да, и то, что в России было там в сороковых годах Великой Отечественной войны, да, вот это мощнейший стресс, который сидит у всех под сознанием. В той или иной степени. Все зависит от того, где ваши предки были в этот момент. И чем сильнее они пострадали в моральном плане, то сильнее это ощущается. Потому что даже это вот чаще бывает у тех, кто в тылу был, кто реально голодал, у которого, когда жизнь закончится, либо кто прошел какие-то там из ваших предков, не вы сами, да, а вот прошел какие-то обстоятельства, когда еда закончилась. И было ощущение, что завтра жизни уже не будет. и вот вот эта боль внутри сидит, она манипулирует восприятием, и человеку, когда он начинает есть, то есть вот эта боль всплывает, и она побуждает человека к употреблению продуктов или к тому, что вживательный рефлекс работал. И человек успокаивается в этот момент. Потому что одна тревога, одна стратегия тревоги поддерживает другую. Ладно, хорошо, Маш, основная цель какая? Отношения, избавиться от чувства одобрения. Потребности, говорите. Да. И вот я еще недавно как раз писала вам в одном из, на прошлой неделе, по-моему, в эфире, когда я начала прорабатывать прощение и тему с братом. Потому что я чувствую всегда, ну, даже как-то мельком проскакивало, что меня больше всех любили. Что я такая прям супердолюбленная девочка. Вот. И у брата и у сестры на меня обиды. Вот. Мне так кажется. Или у них действительно есть обида? Есть. И мне брат недавно, вот позвонил буквально через два дня, как я начала слушать прощение. И он сказал мне на его, получается. У него и есть обида. Это чьи проблемы? Если в целом... Но я это чувствую. Я прям все через себя пропускаю. Мне кажется, что я уже скоро как тряпочкой буду изношена. То, что все все время через меня пропускают, ну, перекладывают ответственные, что они недолюблены, они недо... То есть, то, что меня в институт отправили. Хотя я сама в институт стремилась попасть. Я все делала для этого. Окей. Хорошо, давайте все-таки вопрос личной жизни не решим, а паровозом все остальное разберется. Итак, представьте, что в вашей чудной квартире появляется мужчина. Вы живете вместе, вы регистрируете брак, вы беременны вторым ребенком. Как ощущения? Классно. Вот по ночам кто-то храпит? Угу. Как ощущения? Ну, я думаю, конечно, о том, что если он храпит, это не очень хорошо. Так. Но я его попрошу на бок перернуться. Так, перернулся на бок, опять начал храпеть. Как ощущения? Ну, я очень чувствительно сплю. Мне кажется, меня начнет немножко раздражать. Так. На какой день вас начнет раздражать мужской храп? Угу. Мне кажется, на второй, на третий. Так. То есть, до заморства не дойдет даже? Ну, получается, да, я буду как-то наверное думать, а как я буду дальше так жить? Как я это чувствую? Что мужчина может в том числе храпеть, икать или что-то еще такое делать, что вызывает звуки в пространстве, вот такое ощущение дискомфорта? Не знаю, просто мне кажется, я так это, да вроде одна нормально жила, чем он пришел на мой территорию и храпит. Так, вот он пришел на мой территорию. Как я это чувствую? Ну, я буду стараться как-то делиться с ним своим пространством, стараться для него как-то делать. То есть, у него будут такие приключения, выживет или не выживет? Да нет, в принципе, мне кажется, я буду заботливой и такой пытаться угодить. это уже произошло. Вот представим Машу, да, еще раз, реальность, которой вы стремитесь. Вот она уже произошла. Чужой вам человек, которого вы еще не знаете, абсолютно чужой, со своими привычками, с физиологическими, оказывается в вашем общем пространстве. Вы начинаете вместе жить. Появляется белье новое, да, может быть какие-то бытовые моменты меняются. Может он посуду мыть не умеет, готовить не умеет, цветы дарить не умеет. Вот что-то не так идеально, как вы себе можете представлять. Мне, если не совсем так соответствует моим ожиданиям, будет немножко обидно, но я, наверное, с этим буду мириться. Как я буду мириться? Не дарит цветы, я, наверное, буду стараться объяснить ему, сказать о том, что вот мне важно, чтобы мне дали знаки внимания и дарили цветы. Буду как-то разговаривать, что-то делать. Как я это чувствую, что мне это не нравится? Что он мне дарит цветов, не говорит на комплименте? Наверное, как обида будет, мне хочется как-то таких отношений, как я полностью выкладываюсь. И что бы для меня точно так же. Это как-то выкладываюсь полностью? Ну, я забочусь о человеке, я ему есть готовлю, я упираюсь, я... А что он должен? А он должен такой, все-се-се-се со мной, моя хорошая. Вот вы готовите, вот вы готовите, давайте поиграем в эту игру, это сейчас очень будет полезно для всех, кто в эфире находится, да, кто замуж, но хочется создать. Вы все делаете, готовите, у вас там первое, второе, третье, вы делаете ему массаж, развлекаете его как-то, а он не дарит цветов, не приносит денег, храпит. Еще просит. Я его выгоню, он даже денег не приносит, и цветы вообще не дарит, не заботится, зачем он. приносит какие-то не очень большие деньги, да, но он говорит, ну, что есть? Как ощущения? Ну, я буду, наверное, надеяться и стараться, чтобы он развивался и больше приносил денег. Так, ну, если он не будет слушать вас? Ну, тогда все сложно. Вот это сложно, это как? Как я это чувствую? Я и без него жила самодостаточно, никто себе в принципе не отказывала, а тут получается, что я начну делить свои финансы с мужчиной, начну заботиться о нем, готовить ему ту еду, которая в нужном мужчине, ты меня, вот это, еще что-то. Ну, по-разному, может он веган. Да, а сама, допустим, я прихожу домой, кефир просто попила и мне в принципе больше ничего не надо. Либо там стейк себе лосось пропарила и все отлично. А ему тут надо заботиться о нем, все делать, а получится, вот он ничего не делает совсем. Вот он ничего делает, а я заботюсь. Как я это чувствую? Мне кажется, появится чувство сомнения, а потом неприязни. Ну, как я это чувствую? Сомнения и неприязнь? Сомнения в чем и неприязнь чего? И как я это чувствую? Попробуйте это обозначить. Что это, наверное, опять я ошиблась в выборе и... как я это чувствую? Ну, вот здесь как-то мне неприятно становится. Как это ощущается? Неприятность здесь? Попробуйте нарисовать это ощущение. В виде слов. мне вот в груди где-то неприятно и чувство вот подташнивания от того, что я неправильно сделала выбор, что я вот сейчас понадеялась на мужчину, что он будет там. Давайте без вот этой логики включать. Просто в ощущениях. У вас возникает чувство неприятия этой ситуации, такого поведения. У вас неприятие возникает. И мы это чувство сейчас с вами изучим. Посмотрим, откуда оно у вас на самом деле образовалось. Чей это тот опыт, который начинает ванной управлять? Договорились? Да. Ну, вот получается в груди у меня такое размытое состояние вот как обиды. Вот это где-то вот здесь. Да, отлично. И мне сразу хочется как поплакать. Да, отлично. Вот это ощущение держите здесь внутри, и мы пойдем его изучим. Итак, скажите себе, мне 20 лет. Это ощущение остается в вашем теле? Да. Мне 10 лет. Оно где-то глубже. Плакать не хочется, но вот где-то оно опускается, концентрируется больше на груди. чуть-чуть смещается. Мне один год. Чувство плаксивости вот есть. А вот это ощущение остается в один год? мне кажется, оно меньше становится. На сколько процентов? Сколько осталось? Процентов 20. А мне один день отживать ее маму как щели. ощущение? или нет? Ну, мне кажется, есть чувство тревоги, вот это вот, которое так чуть-чуть меняется. Вот это ощущение есть все или нет? Вот этого нет. Нет, пропало. Вот это самое главное. Итак, мне один месяц я в животе умывал. Как щели? Нам узнать, что беременны. Как щели? Ну, тоже есть чувство тревоги, но вот тут нету. Нету. Либо она прям совсем далекая. Второй месяц беременности. Рождаться начнем. Второй месяц. что с ним происходит с этим ощущением? Такое же. Такое же. Первом месяце. Зарождается. Угу. Пятый месяц беременности. Тоже такое же. Девятый месяц. Волнение больше становится. Здесь как ощущение? Здесь как ощущение? Здесь точно так же. Вот как второй месяц, первый. Ну, то есть сколько процентов? Ну, сколько процентов? Ну, процентов 15-20. 15. Ну, это уже серьезная цифра на самом деле. Итак, вопрос, Маша, что произошло в вашей жизни, когда мама узнала, что вами беременны? И как это связано с этим ощущением? Ну, вот, насколько я знаю, что когда мама узнала, что она беременна, она, конечно, была, ну, не готова к этому. Потому что, если она рассказывала мне о том, что она хотела поехать в город на поезде, чтобы сделать аборт, но в последний момент она то ли передумала, то ли ее папу уговорил, и она то ли не успела на поезде, то ли что-то такое. И, в общем, получилось, что они меня оставили. Угу. Вот. Ну, соответственно, получается, что нет. То есть вам надо благодарить РЖД в своей, благодаря вашей жизни, что вы не живете, да? Вот. Еще один важный момент. Когда я маленькая была, у меня очень сильно руки тряслись. Так. В детстве. И, насколько я знаю, что папа был выпившим, и что-то он сделал. Ну, что-то толкнул маму. И у нее предварительные схватки начались. Так. Вот. Но она не родила. Вот. И потом, мама говорила о том, что, скорее всего, это из-за этого так и получилось. У меня потом по врачам входили, и вот эта тримация рук, или как она называется? Тремор называется, да? Да. Дрожка. Пытались как-то убрать. Но потом, с возраста, я сама начала это контролировать. Но когда я переживаю, у меня все равно так обрабатываются. окей. Окей. Хорошо, давайте поработаем с этим. Итак, скажите себе, мне один день в животе своей мамы. Мама не знает, что она беременна. Ну, только у родителей секс произошел. Мне так тяжело, потому что меня что-то все прям так это потрясывает. Выключить это. Пусть трясет. Мне один день в животе мамы. Как там мужчина? Комфортно, но чувство, что я все равно не как будто переживаю за что-то. Со что и как? Не знаю, может быть, что-то не избавится. Эта мама еще не знает, что она беременна. Она потом узнает. И вопрос об аборте тогда, когда факт беременности уже установлен, тогда он обсуждается. С папой случайные были отношения? Ну, он ухаживал за ней. Он забирал мою старшую сестру, тоже гулял с ней. Когда мама там, ну, по работе ей нужно было убегать, он всегда ее там из садика забирал на площадке с ней гулял. что-то там, видимо, сначала были, что он помогал ей. Понятно. То есть, такой подкат был. Он влюбился в нее. Ну, понятно. 26-летний. А мама позволяла это сделать? Ну, да, она работала. Окей, хорошо. Маша, за месяц до моего зачатия как щен. Спокойно. В этот момент представьте, что приходит к вам Бог и говорит, дорогая Маша, в твоей жизни получится так, что через месяц тебя сделают родители, но мама не будет планировать себя. Ну, просто так получится. И когда она узнает, что тобой беременна, она подумает о том, чтобы сделать аборт. Потому что не будет испытывать больших, теплых чувств ему отцу и не будет желать создать отношения серьезные. Но это все к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты себя чувствовал всегда счастливой, самодостаточной, уверенной в себе в будущем женщине, которая легко и просто откроет своим сердцем чувство безусловной любви, научится любить этот мир таким, как он есть, саму себя в этом мире и получать от этого огромное удовольствие. Это для того, чтобы в твоей личной жизни все легко и просто сложилось и твое сердце бы научилось искренне любить и испытывать от этого огромное чувство радости. Как ощущения? Хорошие. Мне кажется, я начинаю так чуть-чуть успокаиваться. И теплить начинает тело. Ну да, щеки у меня снижают. Да-да-да, ну теплота прошла. Так, и еще сейчас кое-что сразу отработаем здесь. Также за месяц домой. Зачем тебе? А в этот момент опять снова приходит Бог и говорит, дорогая Маша, в твоей жизни полностью так, что когда тебе будет 17 лет, твоя мама умрет от рака. Но все это к любви, к радости, к счастью. Это к тому, чтобы ты себя чувствовал всегда счастливой, самодостаточной, в будущем, уверенной в себе женщиной, которая легко и просто создает семейные счастливые отношения, наслаждается просто так своей жизнью, и это для того, чтобы тебя легко и просто складывать в своей карьере. Как ощущения? Мне плакать хочется. Так. Мама умирает, как ощущение. Мне 17. Что я чувствую? Мне больно. Не знаю, у меня правда все. Это такие смешанные чувства. Так, смешанные. тяжелые. Что дальше происходит с этими смешанными чувствами? Что происходит? Ну, все, мне кажется, что я одна и сама должна распоряжаться своей жизнью. Все. Моя полная ответственность. Так, вот от не 17 и неполная ответственность. Как ощущения? Ну, страшно. Страшновато. Как я чувствую? у меня вот тут прям все горит. Вот в груди все. А чего горит? жарко. Жарко прям. Мне кажется, вот это вот чувство одиночества очень сильно. что все, я вот как бы, у меня просто мама, она была прям, ну, моей подругой, мы прям очень близкие были. И получается, что все, мамы нет, и мне прям очень одиноко. Так. И как бы дорога ощущения закрылась маме, да? Ну, у меня все цели, все желания были, да, связаны с тем, что вот я всего добьюсь, и маме сделаю такое, ну, как, чтобы она комфортно жила и ни в чем не нуждалась. А она не комфортно жила? Получается. Ну, я бы не сказала, что она комфортно жила, ей бы тяжело было. Так. А для чего тогда я хотел это все заработать? Для нее, чтобы ей комфортно было. Ну, если она не так комфортно жила, зачем? Нет, я говорю, она нет, не комфортно жила. А, не комфортно. Ей тяжело было, да. В чем ей было тяжело? Ну, то, что она жила с мужчиной и с моим отцом, и она называла это безысходностью, что, ну, вот, нужно меня в институт отдавать, еще что-то. Вот. Ну, просто уже, в принципе, брат у меня сам по себе жил, сестра у меня, тоже замуж вышла, а я, получается... То есть, жизнь с моим отцом моя мама называла безысходностью? Ну, да. Так. Что, так она не может его бросить, ей жалко его бросить, что он, ну, как бы, плохо жизнь закончит, если она его бросит. Ну, она его, в результате бросила. Вот, по факту. да, и он так и по ступенькам вниз пошел. Что в этом плохого? Я-то в этом, в принципе, ничего плохого не видела никогда. Мне вот именно вот это чувство, что, может быть, из-за меня это было, может быть, не знаю, я слишком маленькая была, мне хотелось, чтобы она, ну, как-то была счастлива, я не могла ничего для этого сделать. Вы не должны для этого ничего делать. Дети ничего не должны родить им. Ну, да. Кроме, может быть, чувства благодарности и любви, но по факту ничего, потому что энергия течет из прошлого в будущее всегда, ну, как жизнь идет, да? Если вот так ее закольцовывать, то тогда будущего не будет. Но в голове дети могут закольцеваться, потому что им так внушили, что вы должны, деньги должны, там, быть хорошими должны, вот как-то должны, для того, чтобы там предыдущее поколение было спокойно. И тогда, ну, будущее, оно не развивается, не вцветает цветок, потому что он долго. Вот все силы на прошлое уходят, а не на будущее. Понятно, да? Сейчас мы с этим поработаем. Это очень важная работа. Таких вот историй, как у вас, миллион, когда рожают случайно, при этом наваливают кучу вот этих социальных штампов, какой ребенок должен быть, чтобы он был удобный, комфортный и так далее. И ребенок начинает тупо выполнять эту программу. Если, не дай бог, что-то такого я не буду делать, то стимул жизни пропадает. Ну вот и у меня так получилось, мне кажется, я живу как эта какашка по течению. Вроде бы мне все вокруг говорят, что Маш, ты такая молодец, ты ведешь хороший образ жизни, не куришь, не гуляешь, работаешь только и все хорошо у тебя. У меня какое-то чувство неполноценности. Мне кажется, я не понимаю, для чего я это все делаю. И все как-то так бесконечно. Потому что мой папа просто занялся сексом с мамой, да, и получилось я. Угу. Безответственно, безответственный мужчина и позволяющий себя любить женщину. Ну это правда. В вашем случае правда. И в этом ничего плохого для вас нет. Это просто так сложилось. Но именно это стартовая площадка для вашей ракеты. Ну я сейчас сделаю определенную работу, да, для того, чтобы эта ракета наконец-то с этой платформы куда-то там стала лететь. А не зависла вот в этом сценарии. И когда вам в своей квартирке хорошо, а любой храпящий мужчина, который ворвется в ваш мир, вызовет там переполох и проще его выгнать. Понятно, да? Да. Итак, мне давайте за месяц дымо зачатие как ощущение. Слови, на спокойствие. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Маша, в твоей жизни получится так, что ты появишься на свет случайно. мама просто позволит папе заняться с ней сексом. И произойдет непланируемая беременность. Но даже если твоя мама будет спасать твоего отца от безденежья, от забытия и вкладывать в этот какой-то ресурс, а свои отношения с отцом будут считать некой безысходностью для себя, то это все к любви, к радости и к счастью в твоем внутреннем мире. Это к тому, чтобы в этот момент родилось чувство благодарности отцу и матери, что даже в такой комбинации ты появилась на свет. Это для того, чтобы ты полюбил себя такой, какой ты есть и чтобы ты стал чувствовать свою уникальность в этом мире и стал бы чувствовать, что твой жизненный путь легок, весел, и у тебя будет все легко просто складываться. Это для того, чтобы ты чувствовал свое будущее и легко бы его создавал. Это к тому, чтобы ты легко и просто научился безусловно любить и кайфовать от этого процесса. Как ощущения? У меня прям очень сильно трясло, сейчас прям такое спокойствие прям как будто ну да, все начинает проходить. Так. Вот это. Моя мама считала, что папа и отношения с отцом это безысходность. Как я чувствую? где-то вот тут. Что тут? Поташина, мне кажется, и вот тут ком. Подоблюдайте за этим. Как вам это на самом деле? мама считала, что отношения с отцом это безысходность. Какое это отношение ко мне сейчас? По идее, никакого. А как я это чувствую? Никак не пойму, никак не чувствую. Да и потому, что это их проблема, понимаете? Мы сейчас сделали практику, чтобы вы перестали зависать на этом внушении, на этой эмоции, которая моделировала вашу реальность и управляла ей. Это стратегия жизни, безысходность. Я вынуждена что-то делать, я вынуждена работать, я вынуждена это делать. Зачем? Непонятно. И если я, типа, в таком положении буду любить мужчину, а он мне ничего не даст, пошел он нафиг. Я лучше буду одна. Ну да, удобно. Удобно, понятно, комфортно, предсказуемо. Все под контролем. Но отношений нет. И не надо. Другое дело, когда потенциал любви открывается, тогда ты хочешь любить, и тебе все равно, получаешься что-то взамен или нет. В этом большая разница. Безусловной любви и созависимой любви. Созависимость – это когда ты требуешь. Даже если это не явно зафонит в человеке, ты требуем ему всегда. Дай это, приноси денег, дай то, пятое, десятое. Когда ты искренне любишь человека и не требуешь ничего взамен, ты автоматически получаешь все то, что у человека, у человека человек способен. В этом отличие. Так же и в мире. Если ты делаешь что-то, отдаешь, как говорится, сделал дело и бросил в воду, есть такое выражение, и ты ничего не ждешь, эти волны возвращаются к тебе. Сами. Ничего для этого специально делать не нужно. Понимаете разницу? Да. Поэтому, если я действительно буду искренне любить мужчину, понятно, что если он будет гатить в пароходе, то я его заставлю убрать. Это же логично. Это не слепая любовь, как многие путают. это именно понимание, что безусловная любовь, она такая. Ты просто источник. Ты как солнце. Ты греешь и не спрашиваешь, где ребята, ваши, так сказать, оплаченные билеты на этом пляже. Ты просто это делаешь. И тогда модель партнеров, значит, пора встать на этом. Легко и просто. А если ты делаешь, так, кто-то позвонил, я понял, а когда ты делаешь движение и требуешь что-то взамен, тебе плохо от того, что тебе это не дали, то ты как созависимый ребенок все чувствуешь. Поняли идею? Да, поняла. Как самочувствие? Ну, мне кажется, что лучше, но вот все-таки история с моей мамой, я что-то пока до конца не могу понять. Что там не можете понять? вот ее смерть, то, что я была вот так рядом. Я как-то вот не знаю. Мама умирает, давайте еще раз посмотрим. Окей, мама умирает. Вот на ваших руках вы два дня за ней ухаживаете, она умирает. Как ощущение? Ну все, мне опять сразу плакать хочется. Мне хочется плакать. Что дальше? И все. И все. И нет мыслей больше никаких. Ну, как состояние премии? Ну, какое-то да, Горести есть чувство. Чувство горевания это нормальное состояние, когда близкий человек уходит. Дальше что с этим происходит ощущение? Мне кажется, я смогу отпустить. Ну, сейчас почему-то мне кажется, что я, наверное, смогу не знаю, ну вот как сказать, отпустить эту ситуацию, пережить, наверное. мы уже это пережили, мы уже это пережили, мы сделали практику, чтобы у вас шок от этого события прошел. Он прошел, но просто сейчас не можете себе почувствовать, что вы на самом деле автономны, это немного новое состояние, в котором надо еще пожить, и тогда вы границы внутри обозначите, вам время просто нужно. Мне через два-три торкнет по полной программе, и вы поймете, что с этой темы дверь закрыта. Да, было бы хорошо, что мне кажется, да, у меня прям это очень сильно, как якорь, периодически так. У меня, знаете, как бывает настроение такое, что вот прям я вообще супердепрессивная, закрываюсь от всего, ни с кем не разговариваю, сходила на работу, пришла домой, и все, вот шторки занавесила, и все, мне комфортно. Вот в какой-то период я нахожусь, так могу, неделю так находиться, а потом у меня прилив сил, и я такая опять пошла работать, пошла общаться, все у меня классно. Мама снится? Потом опять. Да, часто очень. Что говорит? Ну, в основном она со мной не разговаривает никогда. Что показывает? Вот я ее единственное вижу, вот в плохом вот этом состоянии, допустим, где-то мы идем, она сначала хорошо выглядит, а потом резко, я смотрю, она выглядит уже как перед смертью, ну что-то она худая, от онкологии, от всего вот этого, и у меня начинается сильное переживание, я могу от этого проснуться, чтобы прям резко дышать, и у меня там слезы могут среди ночи быть. Ну, не всегда такие, не только такие сны были, с мамой связаны. И с папой тоже как-то было. Я имею в виду, мама вам как ангел-хранитель может приходить во снах и подсказывать какие-то вещи, рассказывать о будущем, предугадывать события. Чистенька, но работает. Ты живешь, да, у меня такие, бывают частенько. Вот, ну, просто обратите на это, это нормально абсолютно, это абсолютно нормально. Когда информация в человеке не имеет физической оболочки, то дух, он везде проникает, и вы с помощью вот этого контакта будете эти вещи ощущать. И это нормально. Как самочувствие, Маша? Хорошее. У меня щеки сильно горят. Прям очень сильно. Ну, так что, дело молодое. Хорошо, Маша. Ну, пожелаю вам удачи. Спасибо большое, Артем. Кайфуйте, да. Спасибо. Всего доброго. Итак, друзья, уже 12 часов, я немножко дольше работал с Машей для того, чтобы вам, ну, показать эти вещи, да, чтобы вы их, ну, видели, как это работает. Давайте сейчас на вопрос поотвечаю, минутку две-три, будем сегодняшний день завершать. Хэштег Сила безусловной рыбы, именно если про это Вера идет речь. Где учились шаманским техникам? Ну, много где. Я еще параллельно изучая медицину, учащийся в медицинском институте и в медицинском училище, ну, познавал нетрадиционные методы, потому что мне туда тянуло. И благодаря этим знаниям и классической медицине, и психотерапии, объединяя эти вещи, получается некий симбиоз, который, ну, позволяет видеть объемную информацию и с ней качественное взаимодействие. Из-за одним приемом, на самом деле, можно глубинные человеческие проблемы решить. Не надо здесь долго заниматься психоанализом. Зачем? Переключил программу, дал впечатление, промоделировал реальность нового, занимался коучингом человека. Это все за одну сосию можно сделать. Муж не хочет, не может найти подобное. Вы просто не сомневайтесь, что он ее найдет, и все. И что у вас деньги были, есть и будут. Потому что если вы переживаете, что у вас денег нет, то муж работ не найдет. Вот это как связано. Вы не верите в то, что вам Бог дает деньги, вы переживаете. И муж реализует это переживание. Понимаете, какая вещь, да? Поэтому, если вы хотите какую-то проблему решить у кого-то, вы сначала должны ее у себя решить. И если вы внутри переживаете о том, что вы без хлеба, хлеба останетесь, то что не будет ничего, то все. Обучение я провожу периодически. Недавно только что прошло два курса подряд. Один называется «Практическая психосоматика», который я преподаю в Московском институте психоанализа. Потом я преподавал в моей клинике. Курс назывался «Психосоматика родовых взаимоотношений». Так, почему дотошно? Что-то его беспокоит, поэтому пытаются это перепроверить. Почему вы так поздно пройдете циркадную, спать, нужно ложиться? Кому как? Во-первых, все в разных временных находятся в этих промежутках. Во-вторых, я могу управлять сном. Я могу поспать четыре часа при правильном настрое и выспаться. Ну, сейчас я это стараюсь не делать, потому что все-таки дети, и дети иногда могут быть здесь. А спать важно, безусловно. То есть, силы надо набираться. И сон – это важный, важный этап жизни человека. Так, у кого умерли, эти выключения жизни, нужно трансформировать род. Не совсем обязательно это так. Так очень похожа ситуация. Здорово. Полной жизни, никогда не жена. Как быть счастливой. Просто будьте… Счастье – это взгляд на жизнь. Как вам записаться напрямую? Вся информация в шапке моего аккаунта, по ссылке поактивной в топ-линк заходите, и там все написано. И, кстати, тот, кто хочет еще попасть на курс прорыв личной жизни, еще можно это сделать, но скоро, ну, максимум, там, несколько дней еще пройдет. Мы закроем эту возможность, потому что первая неделя пойдет к концу, курса, и тяжело будет нагнать. Поэтому, вот видите, у кого-то 4 утра, кто специально ждет эфира и дождался его. Как понять, что сонат с белой стороны? Да хоть серый, какая разница? Главное, что человек делает, да, и какая его основа. Как хочется выделиться в этом. В общем, приходят плохие мысли по поводу мужа. Ну, значит, страхи какие-то, если вы на него просто проецируете. Так, можно учиться у вас как у личного наставника и шаманским техникам тоже. Ну, давайте так, это дорогое удовольствие, поэтому есть, бывает такое, что я некоторые вещи показываю избранным людям, но это дорогое удовольствие, потому что время свое, это дорогое удовольствие. Так, так, по психосоматике вопросы в другой эфир через неделю. Так, как можно уговорить маму перейти жить в мою семью? А зачем? Пусть живет, где хочет. Так, как можно самостоятельно так же поработать? Друзья, есть медитативные практики, то есть, медитация прощения, я вообще распространяю в дар. По ссылке, шапке, на аккаунте заходите, и там ссылка на мобильное приложение Центра семейной психологии. Скачивайте свой мобильный телефон, и там медитация прощения в дар идет. Вы можете слушать ее. Я рекомендую работать минимум три месяца, чтобы разгребсти ту, как правило, помойку, которая у человека есть, с точки зрения его эмоциональных реакций, в которой он проживает. И тогда вам станет проще. Так что там есть другие медитации, более глубинные. Если вдруг почувствуете, что вам надо идти дальше, то, значит, вы тоже их включаете в работу. Так, вообще, дай Бог здоровья. Это дает. Благодарю. Как выйти из состояния жертвы? Сегодня была героиня вот с этим. Посмотрите, заново эфир будет доступен в сторис 24 часа, либо все эфиры копируются и потом появляются на моем канале YouTube. И там все можете в этой папочке найти силы безусловной любви. Там все эфиры, которые по этой теме я провел. И эфир, который был с утра, называется силы «Исцелим этот мир вместе». Это тоже своя папка. Туда заходите, там вообще уже за два года много чего накопилось интересного. И сейчас их сегментировали по темам, по запросам, с которыми я работал. Это очень удобно найти примерно похожую ситуацию и посмотреть и отработать. Так, все-таки, как со страхом голода работать. Брать медитацию «Исцеление силы рода», идти туда и проживать вместе со своими предками те ужасы, которые они испытали и наполнять эту ситуацию с чувством любви. Потому что у многих это внутри живет, люди не ощущают с этим связь и это состояние им манипулируют, и они, когда у них тревожно, грустно, они берут, нажираются по полной программе и каждый раз к этому обращаются. Закрывают этот гештальт, они никак закрыть не могут, потому что боль, которая была получена в 40-е годы, она просто колоссальнейшая, особенно если кого-то убили или кто-то видел смерть, это никуда не исчезает, пока эмоция не распакована, пока она не отработана, а многие, кстати, я много ветеранов видел, половина из них скрывали вообще все это, то есть просто слезы накатывались у людей 9 мая и никто из них не рассказывал, потому что это было очень больно. Некоторые рассказывали, некоторые нет, и вот это все хранится, и оно должно быть утилизировано. Так, штука, которая требует познания, и когда ты соприкасаешься с этой болью, ее трансформировав через себя, она перестает влиять, и человек уходит от стратегии выживания, когда надо успокоить себя за счет голода, и тогда основа, божественный человек останется, и человек начинает ее чувствовать, и тогда страдания уходят, ты живешь в состоянии счастья и доверия миру, и начинаешь эффективно действовать в этом мире. Так, смотрю, успокаиваю, спасибо за эфиры, здорово. У меня 7 утра, с 4 ночи смотрю, здорово. Так, ну давай, еще пару вопросов. Так, ну нет военных писем, рассказываю всегда, слезы, как здесь. Ну вот, это живет. Боль от мужа, как пережить, найти в эту боль, это расформировать ее. Так, делаю медитацию три месяца, не помогает, не могу отпустить, что-то глубинное, значит, Лариса следит за этим, какая-то травма, которую не пускайте. А может быть, второй вариант, надо включить медитацию и исцеление сил рода, идти глубже. То есть, это может быть программа, которая нависла над этими всеми историями в вашей жизни, и вы не можете из-под ее власти вырваться. Так же, как герои, которых часто рассматриваю, имеют родовую наследственную программу, и она ими манипулирует, потому что, это корень, ты не видишь, он скрытый под землей и не понимаешь, как это влияет. Но когда это удается распаковать, человек выходит, ему становится легко. Так. Маме 83, она живет отдельно от моей семьи, и трудно жить уже одной, но она не может решиться для совместной жизни с моей семьей. Ну, подождите, значит, еще просто не момент, и все. Так, бабушка никогда о войне не рассказывала. Фратовик. Да, вот это говорит то, что в ней это все сидит. Ну, и вам это тоже в каком-то виде передалось. Мне очень понравился мужчина, я увидел видео на Ютьюбе, он в другом городе свободен, я уже увидел три раза ездил, он меня нет, не знает, что делать мне с этим, идти дальше. Как-то вы к нему ездили, он вас не знает. Что-то не понял вашему рассказу, какие-то не состыковки. Если вам нравится человек, скажите ему об этом, чего переживать. Так, напоминаю, прямые эфиры пока по средам проводятся, но еще у меня есть дополнительные эфиры в клубе. В клуб еще можно вступить, мы на этой неделе закроем доступ, потому что СИЗО в конце мая подходит к завершению этот, трехмесячный. И если вы хотите прямо в свежих эфирах принимать участие, которые в основном по понедельникам происходят, также по ссылке в шапке аккаунта можно зайти, там написано «Клуб Артем Платон». заходите, то регистрируйтесь, и вот еще несколько эфиров буквально пройдет в специальном аккаунте клуба, вы можете туда попасть, в том числе и моих. То есть раз в неделю либо я провожу, либо какой-то специалист, и я еще дополнительные эфиры в виде своих консультаций также провожу еще и в клубе для тех, кто является подписчиком. «Когда я учился на офисе на первом курсе, ела чужую сгущенка. Я этого не осознавал, а теперь понимаю, откуда это». Хорошо, приятного аппетита. «Как начать эзотерикой заниматься?» Ну, если вы чувствуете к этому тягу, найдите учитель, школу, метод, который вам будет ближе, и начните практиковать. Так. Потому что практика – критерий истины. Примите его в прямой эфир, но уже не сегодня, уже сегодня достаточно. Знакомы с техниками Идриса Лаура? Нет, первый раз от фамилии слышу. Так, давайте последний вопрос тогда. Мэя Людмила, «Как реагировать на людей, родных, которые грубо могут послать потом больно с ними общаться?» Ну, никак не реагируйте, да, если у человека больно, он будет орать на тебя, натягаться и так далее. Пойдите в сторонку. Он не на вас обижается, не на вас реагирует, он вас видит в свою боль и на нее реагирует. Это не к вам не имеет никакого отношения. Просто человек на вас ее спроецировал. И если у вас внутри, а скорее всего, так и есть, есть чувство самообвинения, когда вы сами собой недовольны, когда вы чувствуете себя виноват, и вы будете эти ситуации притягивать свою жизнь. Поэтому с этим поработайте, посмотрите, где это внутри застряло, из каких ситуаций вы этот опыт взяли, может быть, вы его унаследовали тоже. И вот это чувство, которое сидит внутри самообвинения, оно и притягивает эту ситуацию, формирует ее вокруг вас, и вам плохо от этого. На самом деле, этот человек, который грубит в вашу сторону, он вас от этого лечит и стреляет, показывает, что вот, на тебе, вот это есть, и он вас тыкает. Самый того, неосознавая, он несет добро для вас. И когда вы это поймете, у вас совершенно другое будет ощущение от этой истории. И если вы все правильно поняли то, что я сказал, и это работаете, у вас это вообще исчезнет из жизни. Хорошо, друзья, на этом будем завершать. Спасибо большое, что эти три часа были вместе со мной. Спокойной ночи тем, кто в московском регионе находится, в этой вот часовой зоне. Кому-то доброе утро уже, кто там только просыпается, а кому-то может быть добрый вечер. Тот, кто находится в Европе и, так сказать, ближе к США. Все, пока-пока, до новых встреч.